Досмотри это видео до конца, используя полученную информацию, я гарантирую, что ты сможешь удвоить количество своих подтягиваний уже через месяц. Сегодня я познакомлю тебя с очень простой, но в то же время очень эффективной схемой по увеличению количества подтягиваний, которая мне самому помогла выйти с 25 повторений на 35 за один подход. Сначала я расскажу о самой методике, а потом уже объясню, как и почему она работает и почему она действительно очень эффективна. Итак, ты пришел на площадку, уже размялся, и значит можно переходить к тренировке подтягиваний. Найди турник, подходящий тебе высоты, и сделай подтягивания на максимум. Допустим, у тебя получилось 15 повторений, как у меня. Отлично! После этого ты отдыхаешь 5 минут и делаешь второй подход на максимум. Если ты действительно сделал свой максимум в первом подходе, то во втором у тебя уже получится число меньше. Для примера я сделал 10 повторений. После этого отдыхаем 4 минуты и делаем третий подход тоже на максимум. Третий подход это тот самый переломный момент, когда ты уже начинаешь чувствовать забитость мышц, время отдыха сокращается, и ты уже не можешь сделать так много повторений. Для примера я сделал 7 подтягиваний, и будем считать, что это был мой максимум в третьем подходе. После этого отдыхаем 3 минуты и делаем еще один четвертый подход. Так, четвертый подход. Количество повторений продолжает падать, так же, как и количество отдыха между подходами. И остается всего лишь сделать одну вещь, отдохнуть 2 минутки и сделать последний пятый подход тоже на максимум. Такая вот трение. 5 подходов, все на максимум, и время отдыха постепенно снижается, снижается, снижается. Чуть позже я объясню, почему это работает. Итак, пятый подход. У меня получилось условно 4 повторения на максимум. И таким образом за эти 5 подходов я сделал 15 плюс 10 плюс 7 плюс 5 плюс 4. То есть, если я где-то нигде не ошибся, то 41 повторение. И, в принципе, на этом сегодняшнюю тренировку по тяге на максимум можно закончить. Потому что смысл не в том, что мы сделаем сегодня. Смысл в том, что мы будем делать на следующей тренировке. А на следующей тренировке задача будет заключаться в том, чтобы увеличить хотя бы на 1-2 повторения в каждом из подходов. То есть, если в первом подходе я сделал 15, то на следующей тренировке я буду стараться делать 16-17 повторений. Во втором подходе я сделал 10, буду стараться делать 11-12. В третьем я сделал 7, буду стараться делать 8 и так далее. Именно в этом и есть смысл данной схемы, то есть каждую тренировку нужно стремиться добавить по одному повторению хотя бы в каком-нибудь подходе, чтобы увеличилось и общее количество, то есть увеличился тренировочный объем, и увеличилось количество в каком-либо из подходов, то есть повысилась интенсивность в этом подходе. Почему это работает? Когда мы говорим о подтягиваниях, то мы говорим о достаточно сложном упражнении, и быть что, людей не может выполнить его в большом количестве повторений. То есть если вы подтягиваетесь 10 раз, и вы хотите добавить одно или два повторения, то сразу относительный уровень нагрузки должен повыситься на 10 или 20 процентов, а это очень и очень много. Не знаю почему, но многие не видят этого, поэтому я предпочитаю рассказывать примеры, связанные с упражнением из качалки с жимом лежа. Представьте, что вы жмете 100 килограмм от груди, и вы хотите увеличить нагрузку, и почему-то решаете сразу начать жать 110 или 120 килограмм. Если вы хотя бы когда-нибудь занимались жимом лежа, или у вас есть знакомые бодибилдеры, которым можете рассказать о своей этой идее, они посмотрят на вас как на безумца. Да потому что это реальное безумие, если ты жмешь 100 килограмм, ты не можешь взять и начать жать 110 или 120. Все нормальные люди будут повышать нагрузку постепенно. Именно поэтому в зале есть блины не только на 25, 10, 15 килограмм, но и на 5, на 2 килограмма с половиной, на полтора, на 1, на 1,25, на 0,5 даже есть такие маленькие блинчики. Именно для того, чтобы можно было увеличивать нагрузку постепенно, по чуть-чуть. Но когда речь заходит об упражнении с собственным весом, у вас нет такой возможности, потому что ваш вес примерно зафиксирован на какой-то величине, и он не изменяется. Вы не можете взять и добавить там полкилограмма, 2 килограмма, 5 килограмм. Поэтому приходится использовать свое воображение для того, чтобы придумать, как постепенно увеличивать нагрузку. И вот метод пяти подходов является как раз одним из возможных решений. Давайте сравним две ситуации. В первой, как я уже сказал, вы потягиваетесь 10 раз, хотите увеличить на одно повторение, и значит сразу нагрузка должна вырасти на 10%. Во втором, вы потягиваетесь 5 подходов на максимум, в сумме получаете 41 повторение, и хотите добавить одно повторение. Или 2. Если вы хотите добавить 2 повторения, это всего 5% нагрузки. Если вы хотите добавить одно повторение, это 2,5%. И чем больше вы делаете подходов на максимум, допустим, вы можете сделать не 5 их, а 6, тем меньше будет процентаж, который вам придется увеличить. Тем меньше будет прирост нагрузки, и, соответственно, вы можете начать двигаться маленькими шажками. Полная аналогия с тем, что вы делаете в зале, когда используете маленькие дополнительные веса, чтобы прибавить в жиме лежа. Какие моменты здесь нужно учитывать? Во-первых, 5 подходов. Это произвольное число. Подходов может быть 4, может быть 6, может быть 7. Я выбрал 5, потому что при таком количестве подходов и времени отдыха, о котором я говорил ранее, тренировка получается не очень продолжительной и в то же время эффективной. То есть, еще раз, я смог вот так вот тренируюсь увеличить с 25 потяний до 35 за один подход. И второй важный момент, о котором стоит сказать, это время отдыха между подходами. Вот эти вот числа, 5 минут, 4, 3, 2, это произвольные величины. То есть, тем же успехом я мог начать с 6 минут или с 4 минут. Это подбирается индивидуально. То есть, ты выбери тот уровень отдыха, чтобы ты успел восстанавливаться, но с другой стороны, чтобы после каждого подхода тебе становилось тяжело. Тяжелее. Тяжелее, чем было до этого. Нет смысла отдыхать 15 минут после первого подхода и полностью свежим начинать второй подход, отдыхать там 10 минут. Нет. Ты должен выстроить свое время отдыха таким образом, чтобы к пятому подходу тебе было максимально тяжело. Чтобы когда ты начинал пятый подход, ты его начинал с мыслями, что, блин, я не хочу его делать. Но тебе надо его сделать, потому что это пятый подход, и без него тренировка не закончится. Вот такую вот схему я предлагаю тебе попробовать в ближайший месяц. Тренируйся по ней 2 или 3 раза в неделю, в зависимости от того, как быстро ты восстанавливаешься. В чем, опять же, ее плюс? Она занимает максимум 20-30 минут времени, а это значит, что ты сможешь объединять ее с другими видами своих тренировок, с тренировкой элементов или продвинутых упражнений, с тренировкой других групп мышц. Это не важно, всего полчаса времени, 2-3 раза в неделю будешь тренировать подтягивание, я тебе гарантирую, что через месяц ты сможешь удвоить количество по отношению к тому, сколько ты делаешь сейчас. Ну, это все на сегодня. Я надеюсь, тебе понравилось это видео.